На средства из возвращенных в Казахстан активов построят социальные объекты на севере и юге страны. В частности, в Зеренде, в Акволинском регионе возведут спорткомплекс стоимостью больше 2 миллиардов тенге. Там предусмотрят залы для занятий борьбой, боксом, лыжными дисциплинами, а также два тренажерных зала. А в селе Семерлан Туркестанской области построят музыкальную школу за 890 миллионов тенге. Там местные дети смогут заниматься вокалом и хореографией. Отмечу, сегодня в специальном государственном фонде аккумулировано 177 миллиардов тенге. Все это возвращенные в страну незаконные активы. Средства будут направлять на строительство социальных и инфраструктурных объектов, а также на реализацию проектов в сферах здравоохранения, образования и массового спорта. Около 30 тысяч казахстанцев стали соучастниками преступных схем наркоторговцев. Об этом сообщили сегодня в агентстве по финансовому мониторингу. Люди предоставили злоумышленникам свои банковские карты и таким образом стали дропперами. Проще говоря, теми, через кого преступники легализуют свой доход. Чаще всего им удается вовлечь в свои схемы граждан из групп риска. Это безработные, студенты, представители уязвимых слоев населения, а также те, кто хочет легких денег. Согласно проведенного АФМ-анализа, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 миллиарда тенге. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание. Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. В Шемкенте может появиться завод по производству противораковых препаратов. Инвестировать в строительство планирует известная отечественная фармацевтическая компания. Проект позволит создать новые рабочие места и экспортировать лекарства на мировой рынок. Напомню, ранее президент страны поручил довести долю отечественного производства на фармацевтическом рынке до 50%. Мы отвечаем тоже за обеспечение лекарства страны Казахстана. Мы смотрим это не только как производство, а тоже как ответственность нашу к стране. И вот этого мы как месседж хотим донести, что мы рады брать на себя такое ответство. Рады поддержать это за счет тоже этой локализации, которая происходит. С точки зрения приказа президента по 50% производства локальной, но мы еще не там. Но мы на хорошей дороге, чтобы в 2030-2029 быть близко этого уровня, чтобы достигнуть 50% локального производства. К слову, в прошлом году около 2000 наименований лекарств и медицинских изделий не прошли проверку на соответствие стандартам качества, а значит не смогли выйти на казахстанский рынок. Речь об отечественных и импортных препаратах. В результате на данный момент в аптечном обращении находится 133 тысячи сертифицированной фармопродукции. В Туркестане тем временем подвели итоги туристического сезона. В этом году за счет путешественников областная казна пополнилась на 5,5 миллиардов тенге. Наплыв гостей произошел после признания города туристической столицей тюркского мира. Чаще сюда приезжают из Турции, России, Индии и Китая. Причем многих привлекает та самая местная достопримечательность – величественный мавзолей Кожа Ахмета Ясауи. Отмечу, в этом году для развития туризма в области привлечено 53 миллиарда тенге инвестиций. В следующем году власти хотят увеличить турпоток в два раза, обещают улучшить качество предоставляемых услуг. Местом для семейного отдыха мы выбрали Туркестан, потому что много читали в интернете про мавзолей Кожа Ахмета Ясауи. Теперь вот приехали и наслаждаемся путешествием. Это действительно особенный город. В прошлые годы число туристов составило около 560 тысяч. Это и внутренние, и иностранные туристы. Тогда, воспользовавшись приложением ЕКОНАК, к нам приехало более 14 тысяч туристов. А за 9 месяцев этого года уже более 17 тысяч. А в аэропорту Новой Зеландии провожающим запретили обниматься дольше трех минут. Руководство воздушной гавани считает, что этот шаг обеспечит бесперебойность движения и безопасность в зонах высадки. Знак, установленный в аэропорту Данидина, гласит максимальное время объятий – 3 минуты. Для более нежного прощания воспользуйтесь парковкой. Нарушение новых правил может повлечь крупные штрафы. В соцсетях уже раскритиковали это решение. Пользователи считают, что никто не может диктовать, как долго людям обниматься. Правда, кто будет засекать длительность объятий, никто не уточнял. Теперь к спортивным новостям. Хоккейный клуб «Борис» после полной перезагрузки смену руководства, тренерского штаба и расторжения контрактов с легионерами одержал первую победу в континентальной хоккейной лиге. Столичная команда на выезде сыграла с минским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу астанинских хоккеистов. Эта победа стала первой для голыма Мамбиталиева на посту главного тренера «Бориса». Уже завтра команда в гостях встретится с Новосибирской Сибирью. И в заключении на территории Катон-Карагайского национального парка на востоке страны фотоловушка запечатлела самку «Морала». На кадрах видно, как животное принимает ванну прямо в луже воды. Ученые говорят, что эти благородные олени не любят людей и предпочитают контактировать лишь внутри своей стаи. Отмечу сам Катон-Карагай 10 лет имеет статус биосферного резервата ЮНЕСКО. Ежегодно нацпарк посещает около 10 тысяч туристов. По словам экспертов, в этих краях есть три сокровища. Это моралы, мед и гора Белуха – самая высокая точка Алтайских гор. Вот такие удивительные кадры напоминают нам о красоте и уникальности природы Казахстана. Давайте вместе беречь и сохранять эти красивейшие места для будущих поколений. На этом я с вами прощаюсь, но только до вечера. Встретимся в 19.30. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин